У лучшего механизатора в этом хозяйстве Сергея Буинкова самый мощный трактор. Американский Джон Дир. На нем Сергей третий сезон и пашет и сеет. Да лучше, чем российские. Почему? Ну, как вам сказать, например, взять трика 700 наших, а его одного, и он их обслужит. По гектарам, по всем. В хозяйстве хвалят свой автопарк. Каждый год здесь покупали импортные машины. Итальянские сиелки, немецкие комбайны, голландские культиваторы. Но этой весной сельхозтехника подорожала в два раза. Экономить пришлось даже на импортных запчастях. Санкции подстегнули русскую смекалку. Вот борозообразователь у них. Здесь происходит износ, когда она трется по земле. И решили тут сделать свою реставрацию, наварить. Путем сварки сэкономили больше 200 тысяч. В этом сезоне фермерам придется еще больше экономить. Из-за засушливой осени треть озимых погибла. Ростки пробиваются, начинаются всходы. То есть есть возможность, что все и обойдется. Главный агроном Евгений Баргалов надеется, что пересевать поля не придется. Ведь это непредвиденные расходы. В Липецкой области полторы тысячи фермеров. И все они испытывают сейчас финансовые трудности. Мало того, что подорожали импортные семена, возросла процентная ставка по кредитам, так еще и цены на отечественные удобрения поползли вверх. К примеру, чтобы спасти это поле озимых, потребуется удобрять его аммиачной селитрой. А ее стоимость возросла на 70%. В этом сельхозпредприятии более 8 тысяч гектаров посевных площадей. Выращивают много культур. И более половины семян закупают за границей. Есть зависимость по сахарной свекле практически на 95%. Эти семена производятся за границей и заводятся. Больше всего это похоже на мелкие бусинки. На самом деле это семена сахарной свеклы из Германии. Немецкая компания давно освоила российский рынок. Все вокруг жалуются на кризис, а они только выигрывают. Практически по всем нашим культурам, в которых мы работаем, это и сахарная свекла, и кукуруза, и рапс, и зерновые, и картофель. По всем товарооборотам и количественным, и в качественном выражении увеличился. Немецкая компания построила в Липецкой области свою опытную станцию. И здесь по-своему готовится к посевной. Специалисты выводят новые сорта и гибриды, адаптированные к условиям выращивания в России. От импортных семян фермеры не смогут отказаться. Своих-то нет. Им остаётся надеяться, что власти компенсируют затраты на посевную. Наталья Тюрьна, Тимофей Астахов, Юрий Талдыгин. ТВК. Новости.